Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос. Я думаю, что ответить на него можно совершенно однозначно, сказав, например, о том, что у вас неустойчивые представления о себе, и есть элемент неуверенности, опять же, в себе, а именно поэтому вы принимаете всё близко к сердцу, как я думаю. То есть для того, чтобы вы перестали принимать всё близко к сердцу, вам необходимо разобраться в том, в чём вы не уверены в себе, чего вы боитесь и почему, соответственно, себе не доверяете, если есть такая проблема, собственно, в недоверие себе. Как я понял, вы из восточной культуры, и у вас несколько непростая, возможно, ситуация, связана с тем, что над вами давлеет родительская фигура, фигура, вот, родительская фигура, фигура отца, ожидание, которое вы хотите оправдать. И я бы здесь вам предложил следующее. Если вы считаете, что ваш, например, отец достоин того, чтобы его ожидания по отношению к вам, были реализованы, то вам нужно отмириться с тем, что вы будете неудовлетворены. Ну, просто потому что, да, вот, потому что, по-другому не бывает. То есть тут или вы свои ожидания стремитесь реализовать, либо вы стремитесь, либо вы, значит, реализуете ожидания отца, да, но не свои. Вот, потому что одно к другому, к сожалению, очень мешает. Значит, если вы выбираете реализовывать ожидания своего отца, то ничего удивительного не будет в том, если вы, ну, будете чувствовать себя неудовлетворительным. Потому что это на самом деле так. То есть на самом деле вы будете неудовлетворены собой. просто потому что ваша энергия, она будет тратиться условно говоря на реализацию того, что хочет отец. Вот. И и к сожалению этот момент, он является ключевым. К сожалению. А вот такая история. Если вы не будете доверять своим чувствам, эмоциям, если вы не будете доверять своим эмоциям, то ситуация, при которой вы будете воспринимать все на свой счет на свой счет, будет только закупляться. к сожалению. Потому что собственно нереализованность помещает вам чувствовать себя спокойно и постоянно будет напоминать на себя. С другой стороны, если вы разделите интересный отца вот то вам будет лучше. Вот. Вам будет лучше. Так что выбор, выбор, на мой взгляд исключительно за вами здесь то есть вот вам решать, да? С чего вы хотите? Вам решать, как вы будете поступать. вот вот такая вот история, такой момент, и возможно, возможно имеет смысл обратиться к вашему специалисту, вот именно вашему специалисту, именно тем специалистам, специалистам, которые специализируются на взаимодействии с вашей культурой. Вот. Потому что это будет более адекватно, будет более адекватная позиция, чем то, что вы делаете сейчас. Потому что совершенно объективно, на мой взгляд, что европейская позиция по данному вопросу, она отличается от восточную, и, значит, соответственно, лучше будет, если вы, вот, все-таки, ну, получите адресную помощь. Вот. То есть, вы можете, например, здесь найти специалиста, специалиста. Вот. Вы можете, вы можете найти здесь специалиста. А можете, значит, у себя, ну, по месту, по месту жительства. Вот. То есть, тут, вот, на выбор. На выбор. Все зависит от вас. Поэтому, эм, такая вот история, эм, такой момент. Я думаю, что, эм, так, можно, ответить, вам на вопрос, который, вы задаете. ответить. Эм, я надеюсь, эм, что, помог вам. Эм, если, вам, понравился мой ответ. эм, я буду, очень, благодарен, за его, оценку, в качестве лучшего. Я вам желаю, всего, самого, доброго. Я вам желаю, удачи. и я надеюсь, что, эм, 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 ситуация, которую, вы, описываете, эм, будет, разрешена. разрешена. Всего, вам, самого, доброго. Всего, вам,